Привет, друзья! Ну что, вот и он Photoshop и Lightroom 2025. По давней традиции рассказываю о глобальных обновлениях очередной версии пакета от Adobe для фотографов. Давайте посмотрим, что же там новенького добавили. Начнем с конвертера Camera Raw. Сначала зайдем в настройки, и здесь появилась вот такая вкладка «Функции в разработке». Полагаю, что она пропадет со временем, потому что это такие экспериментальные функции, и их именно нужно здесь активировать, пока они находятся в режиме расширенного тестирования для желающих. С помощью этих функций можно активировать генеративное расширение, уменьшение шума и суперразрешение. Уменьшение шума и суперразрешение было и до этого, но теперь обновили алгоритмы. Когда мы открываем сам Raw в конвертере, мы можем увидеть новый адаптивный профиль. Это некий универсальный в кавычках профиль, который считывает данные изображения и потенциально должен их корректно раскрыть, опираясь на алгоритмы машинного обучения. Причем делает свою работу профиль очень неплохо и старается выдавать и хороший цвет, и корректную экспозицию, если мы ошиблись. Я пробовал сравнить с профилями от моей камеры Nikon, и результат при сравнении очень похож. Механику не знаю, радует, что этот универсальный адаптивный профиль работает без интернета и использует ресурсы компьютера. Чуть позже расскажу, почему я сделал такую оговорку. Кстати, адаптивный профиль есть только в конвертере, но думаю, что со временем появится в Lightroom. В основных вкладках ничего нового не появилось, а вот во вкладке детализация и отображаются три функции, которые мы активировали в самом начале ролика. Устранить шум активирует шумодав, который явно потянули в плане качества. Здесь можно вот этим слайдером изменить силу воздействия. Детали RAW технически должны улучшать сами детали изображения, но на своих снимках я этого не заметил. А функция суперразрешения повышает разрешение снимка в два раза, и эта функция была уже долгое время, но здесь есть какая-то странная особенность. Если мы удваиваем размер снимка, то не можем применить шумодав. А если применили шумодав, то не можем увеличить разрешение снимка, что довольно странно. У инструмента обрезка, поворот, появилась функция генеративного расширения, которую мы недавно видели в фотошопе. Теперь здесь есть кнопка включить расширение. Мы выбираем область этого расширения и нажимаем кнопку создать. У нас снова появляются три варианта, из которых мы и должны выбрать. Абсолютно ничего нового, просто теперь эту функцию перенесли из самого фотошопа в конвертер. А вот что еще перенесли, так это инструмент удаления. И здесь нужно быть внимательным. Если мы не активируем вот этот пункт, использовать генеративный ИИ, то это будет привычный за последний год функционал ластика, который опирается на ресурсы компьютера при просчете изменений. А если мы активируем этот чекбокс, то тогда генеративная заливка будет происходить на стороне сервера Adobe. И мы будем получать хоть и классный результат, но каждая такая генерация будет уменьшать количество наших генераций, которые у нас есть на месяц. Напомню, что у пользователей, подключивших подписку до 2023 года, такие генерации в месяц 250, у новых пользователей всего 100. И это невероятно мало для серьезной работы. Кстати, друзья, не забывайте о моем эксклюзивном цикле видеоуроков по ретуши портретов. От работы в камеру RAW до цвет-коррекции без применения нейросетей и в зависимости от подписки Adobe. 5 часов полезной практической информации, а еще экшены, RAW и PSD-файлы для практики. Ссылка с подробностями в описании. В наборах добавили несколько пресетов, которые более точно делают аналог ретуши, сглаживание кожи, светотеневых переходов. Есть быстрые настройки для размытия фона. Одним словом, это просто такие готовые настройки всего того, что есть в конвертере, просто выполненные через функционал таких импровизированных пресетов. При сохранении фотографии через RAW-конвертер можно зашить внутрь снимка информацию о том, какие правки были совершены. В том числе, если вы задействовали нейросети, всем хотите об этом рассказать. Об этой функции мы поговорим чуть позже, и потенциально это очень хороший способ проверки информации, но там есть недостатки. На этом с конвертером завершим. Каких-то более серьезных изменений обнаружить мне не удалось. Что с фотошопом? Прежде всего, ключевое обновление это, конечно же, обновление движка генерации. Теперь это модель генерации Firefly 3-й версии, которая должна быть еще реалистичнее, быстрее и лучше. На панели инструмента появилась отдельная кнопка для генерации с нуля. Интерфейс привычный. Делаем запрос, выбираем стиль оформления и получаем результат. Естественно, любая генерация отнимает у нас кредиты на эту самую генерацию. Когда они закончатся, доступ к генерации у нас останется, но будет происходить генерация не очень быстро. Улучшилось качество встраивания объектов с помощью новой модели генерации. Выделяем область, делаем запрос и также получаем три варианта. Не нравятся варианты, снова генерируем. Если понравился вариант, но разрешение у него невысокое, появились пиктограммы, позволяющие улучшить детализацию. Это не слишком сильно спасает ситуацию, но по крайней мере хоть немного, но качество повышается. Здесь же можно создать похожий вариант. Это необходимо, если результат нам нравится, но хочется посмотреть еще несколько вариаций. У панели генеративной заливки, пока мы не обозначили область генерации, есть два пункта. Выделить объект или удалить фон. Нажимаем кнопку, если хотим новый фон, делаем запрос и получаем генерацию. Для портретов это не очень хорошая тема, а вот для предметов вполне себе. Единственное, что снова смущает, это низкое разрешение к генерации, поэтому нужно использовать эту функцию осторожно, чтобы не потерять реалистичность. Компания прокачала инструмент удаления. Думаю, вы помните, что этот инструмент стал отличным способом быстро удалять сложные предметы и объекты и получать хороший результат без зависимости от генеративной заливки. Теперь мы в настройках можем выбирать, где будет проходить расчет генерации. На компьютере или на удаленных серверах, которые дают лучший результат, но при этом уменьшают наши кредиты на генерацию. Теперь мы можем обвести предмет, нейросеть определит его границы и удалит. Удаляет классно, но тратит наши кредиты. Если мы отключаем генеративный искусственный интеллект, то получаем вот такой результат. Если включаем, получаем результат гораздо лучше. Таким образом, инструментом удаления можно пользоваться по старинке, вручную выделяя области или обводя предмет для удаления. А еще Photoshop может самостоятельно определять фигуру людей и провода и удалять их через функционал инструмента удаления. Ничего не придется прорисовывать вручную. Это очень удобно и вот этого действительно не хватало, особенно для удаления проводов. Работает без интернета и это радует. Опять же, не забываем отключить генеративный ИИ в настройках. Появился новый инструмент, корректирующая кисть, которая по сути является аналогом обычной кисти и корректирующих слоев. Когда мы начинаем работать, у нас есть возможность выбрать корректировку, яркость, контрастность, цвет, кривые и так далее. Выделяем область изображения кистью и тут же формируется новый корректирующий слой с маской. Выбираем новую коррекцию. Плюс добавляет изменения на новом слое. Минус стирает. Технически повторюсь, это то же самое, как если бы мы создавали корректирующий слой, а затем работали с этим слоем по маске. В определенном смысле это упрощение работы, но не сказать, что что-то принципиально новое. Здесь есть кнопка применить к объекту. Кликаем по этому самому объекту и применяем корректировку. Но это опять функционал инструмента выделения объектов. Короче говоря, новый инструмент просто объединил возможности уже существующих функций. Новый инструмент кисть выделения позволяет выделять цветом область, где будет проводиться генерация. По сути это аналог лассо, но у кисти можно менять непрозрачность, а значит смешивать генерацию и существующее изображение для получения более реалистичной картинки и бесшовности. Также кнопки плюс и минус позволяют более точно обозначить зону воздействия и осуществлять генерацию именно здесь. Сама же компания представила приложение для проверки подлинности изображений. Вы загружаете кадр и программа показывает, есть ли там признаки искусственного интеллекта или скопированный контент. Добавлена поддержка технологии OpenColor.io. Теперь вы можете управлять, преобразовывать и сохранять рабочие процессы с более высоким качеством в разных программах. Также расширились возможности инструмента Photoshop для работы с 32-битными изображениями, что позволяет выполнять различные процессы без преобразования изображений в 16-битный или 8-битный формат. Раньше существовало огромное количество ограничений для работы с 32-битными картинками, теперь их стало меньше. При работе с текстом в панели со шрифтами появилась новая вкладка, которая позволяет подгрузить еще сотни шрифтов напрямую с сайта Adobe. Сама панель работы со шрифтами тоже немного изменилась и позволяет получить быстрый доступ к основным настройкам. Подобные контекстные панели появились и в других местах, у других инструментов. Допустим, мы переносим изображение в виде отдельного слоя. У нас тут же появится панель, позволяющая повернуть картинку или отразить ее по горизонтали и вертикали. У инструмента, связанного с фигурами, появится своя панель. С Lightroom в этом году все очень скромно. Из больших изменений это инструмент удаления, который, как и в конвертере, базируется на алгоритме генеративной заливки. Также появилось несколько пресетов, которые имитируют быструю обработку. О них я рассказал чуть раньше, говоря о конвертере Camera Raw. Но обработка этих пресетов довольно базовая и до тех же плагинов Retouch for Me им очень далеко. Также в Lightroom добавили и улучшили работу с минимизацией шума на фотографиях. Обновление должно было ускорить быстродействие программы, но я пока этого не заметил. А также появилась лучшая поддержка камер Nikon для соединения во время съемки. Как вам обновление, друзья? По сути, ничего нового, лишь небольшие изменения, касающиеся нескольких функций и наоборот расширения функционала генеративной заливки, на которую Adobe, как мне кажется, делает главную ставку. Оставляйте комментарии, что вы думаете. Не забывайте подписываться на меня на всех доступных площадках. Ссылки в описании. Желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok